Мирный захват земель произошел более 2000 лет назад на территории Солымского края. В эпоху великого переселения народов сюда из Саяна Алтая переместились азиатские народы, которые, начиная с XII-XIII веков, постепенно ассимилировались с пришедшими с европейской территории финскими народами. Мирный такой, абсолютно незаметный захват территории без единого выстрела. В общем, все поженились, все полюбили друг друга, все выучили друг друга язык. И как-то так получилось, что все стали вот таким единым коренным народом. К XIX веку в юртах кентусовских, с которых и начинался Солым, 90% населения исповедуют духовную, религиозную и материальную культуру, а также обряды, которые были привнесены азиатами. При этом антропологические жители края остались идентичны прикамским финнам. Все эти удивительные факты стали известны благодаря работе археологов и их находкам, в частности, в священной кедровой роще. В окрестностях Солыма югорскими археологами выявлены и обследованы и другие памятники, имеющие региональное, общероссийское и даже мировое значение. Такие памятники, например, как рядом с сельским поселением Солым, первое поселение Югры, Большой Солым-4, на трассе нефтепровода Узбалык-Омск, которая обнаружена благодаря транснефти, раскапывалась. Это самое раннее, самое первое поселение Югры. Историческое и археологическое наследие Югры, всесторонне исследованное учеными, прекрасная основа для создания современного музея археологического эксперимента. С его эскизным проектом ознакомилась глава нефтьюганского района Алла Бачко. Фактически, музей археологии и археологического эксперимента уже существует. Каждое лето студенты и школьники погружаются в древнюю историю края, помогают археологам в раскопках, находя артефакты и обучаясь их сохранять. В рамках эксперимента бойцы археологических отрядов возводят комплекс оборонительных сооружений эпохи неолита, попутно воссоздавая и осваивая технологии прошлого. Так появляются первые экспонаты живого музея в Салыме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...